Более семи лет в Туле не ремонтировалась улица Руднева, хотя является востребованной у автомобилистов. По многочисленным просьбам жителей на днях начался долгожданный ремонт. Как будут вестись работы на оживленной улице и как скоро завершаться, расскажет София Гафарова. Более двух километров такова протяженность улицы Руднева. Она идет параллельно главной артерии города, проспекту Ленина, и, понятно, является альтернативой для водителей, особенно в час пик. Отсюда изношенность асфальтового покрытия, которое составляет порядка 80%. В финансовом эквиваленте 60 миллионов рублей. Именно столько будет выделено средств на ремонт дороги в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Целиком финансируется за счет федеральных средств. Сама программа позволяет включать помимо ремонта непосредственно дорожного полотна, также ремонт тротуаров, ремонт съездов, ремонт площадок под остановочные павильоны. То есть все здесь также включено. Ремонт технически сложный, поскольку автодорога соседствует с трамвайными путями. Самый сложный – это ремонт трамвайных путей. Он состоит из трех этапов. Первый этап – это снятие плиточного покрытия. Одна плитка примерно весит около 70 килограмм. Второй этап – это уже ремонт непосредственно рельс-шпального полотна. Это сварка стыков, установка межрельсовых тяг, частичная замена рельс. Ноу-хау – это будет современное асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве. Срок исполнения работ под трамвайным путем – 10 августа. Полностью объекты обещают сдать к середине октября. Гарантия 5 лет. Но контроль он со стороны, во-первых, предприятия, во-вторых, соответствующей структуры, ну и приемка, естественно, с жителями. И мы вас готовы, так сказать, включить в рабочие группы по приемке данных объектов, для того, чтобы уже, так сказать, всенародно принять. Сейчас на улице Вруднево мы видим несколько снятых плит и никаких работ. Объясняется тем, что весь ремонт ведется в ночное время суток, чтобы не мешать интенсивности движения и выполнить все намеченные работы качественно и в срок. София Гафарова, Олег Талашов, Вести Тула.